Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня тетя Даша, потому что я вот в такой вот же веточке, и кто-то написал в комментариях, что ты похожа на учительницу, и между прочим, для меня это как комплимент. Буду учить тебя играть песню девчоночки из ТикТока. Благодаря своим ученикам узнала, что вообще есть такая песня, и она мне настолько зашла, что я решила сделать на нее целый разбор. Песня Лизы о Ес под названием Зима. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первое, а может быть просто новое укулеле, тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидкаш в 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару, гитару, кару. Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а теперь бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Иду по снегу, он хрустит, а может мои кости, я так замерзан на морозе, можно к тебе в гости. Не прячь глаза, я уже знаю, мне все надоело, и мое сердце безразлично отлело. А теперь погнали учиться играть. Сама по себе песня у нас такая чиловая. На четырех аккордах строится. От начала до конца играются в эти же аккордах. Для начала давайте их разберем. И первый аккорд, аккорд БМ, мы с вами зажимаем БР на втором ладу. Сразу же проблема, да, типа БР, Дерек, как мне это играть? Да все очень просто. Если вы до сих пор не смотрели мой видос про БР, обязательно его посмотрите. Вот там ничего сложного нет. Мы ставим БР на второй лад. Далее, безымянным пальчиком мы с вами зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. И вот у нас с вами получился аккорд БМ. Кому сложно, вы можете помочь зажать БР средним пальчиком, но это такой читерский способ. Следующий аккорд, аккорд А. Мы с вами зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Третий аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И последний аккорд, аккорд ЕМ. Зажимаем первую струну на первом ладу, далее вторая струна у нас идет на втором ладу и третью струну на третьем ладу. То есть такая лесенка образовалась. Все вместе. Б, М, А, Г, Е, М. И такая последовательность у нас будет от начала до конца, но вся Майя у нас происходит в правой руке. Вот там не то чтобы бой, но я вам покажу несколько вариантов, как вы можете ее сыграть. Так как песня такая вот стилистики Мирель, что ты от Билли Алиш, есть такое спокойное, человое, как я уже сказала ранее. Поэтому мы не будем дубасить с вами шестерку. Вот так вот мы играть не будем. Мы с вами сделаем другое. Давайте накидаем несколько вариантов, которые вы можете использовать и куда мы это можем впихнуть по песне. Первый вариант, самый простой, это сыграть щипок. Щипок мы с вами играем следующим образом. То есть мы ставим большой пальчик на четвертую струну. Далее у нас за третью струну отвечает указательный пальчик. Средний пальчик отвечает за вторую струну и за первую безымянную. То есть все пальцы подряд. И сам по себе щипок происходит следующим образом. То есть я играю одновременно эти струны. То есть вот щипок. То есть получается мы играем вот этот щипок, все струны одновременно. Сильно вырывать не надо, что-то куда-то подевать тоже не надо. Спокойненько ущипнули. И отвели немножко руку в сторону. Недалеко, вот чуть-чуть. Это как вариант просто щипком. Если вы хотите давать какое-то разнообразие, вы можете делать щипок плюс удар. Причем этот удар это как глушение. Очень сложно как-то объяснила, давайте поправнее. Смотрите, вот я делаю щипок. И потом я ставлю у начала грифа пальцы обратно. При этом у меня получается такой стук. То есть одновременно у меня происходит стук, и струны глушатся. И получается это. Далее вы можете использовать так. Вы можете брать поинтереснее вариант. Делать два щипка. Потом удар-глушение. И опять щипок. То есть та-та-пум-та. Это будет выглядеть следующим образом. То есть первый удар звучит чуть-чуть длиннее. То же самое вы можете сделать и с боем. По-моему это будет так. Вниз, вверх, заглушка, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, заглушка, вверх. Причем заглушка должна быть очень мягкой. Вот не как в цой белый стук. Вот сильно прогибать, пробивать не надо. Очень спокойно. То есть та-та-пум-та. Потренируйтесь, сделайте та по отдельности. То есть у вас четыре варианта, что вы можете использовать. Просто щипок. Щипок с ударом. Потом два щипка. Удар, щипок. Типа. Тот же самый рисунок, но с боем. Это что касаемо боя. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается? Тогда интерактивный сборник укулеле по шагам специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести, будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте перейдем к самой песне. Разберем первый куплет. Первые пять строчек куплета, до слов «И тебе никто ничего не говорил», мы просто можем играть щипок один раз на один аккорд. То есть получается так. Показывай рассвет, я готова окунуться и дойти до дома, где все знакомо. Да я смогу тебе открыть, только завтра мне еще нужно забыть все. Еще раз давайте-ка. Показывай рассвет, я готова окунуться и дойти до дома, где все знакомо. А на оставшиеся четыре строчки куплета можем с вами добавить удар. То есть получается щипок с ударом. И это один раз на один аккорд. Так, вот мой писк. Давайте теперь соберем в полноценный первый куплет. Показывай рассвет, я готова окунуться и дойти до дома, где все знакомо. Да я смогу тебе открыть, только завтра мне еще нужно забыть все. Пошел с ударом. И тебе ничего никто не говорил, стало слишком сложно помереть другим. И погибая где-то рядом от любви, это опасно. Так что лучше отойди. Такая красота. Дальше у нас с вами идет, собственно, вот этот знаменитый припев. Вот в припеве можете оставить щипок плюс удар или же добавить вот этот бой через щипок или играть боем. То есть о чем я говорю вот это. Иду по снегу, он хрустит, да может мои кости. Кому вообще сложно, но хотите сыграть вот с этим битком, можете играть вниз, сверх в заглушка, а вот последний удар не играть. То есть получается так. Иду по снегу, он хрустит, да может мои кости. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тоже неплохо-таки подойдет. То есть на припев у вас аж есть три вариантика, которые вы можете использовать. Припев играется у нас два раза подряд, поэтому будьте внимательны. Как бы это выглядело со словами. Иду по снегу, он хрустит, да может мои кости. Я так замерзла на морозе, можно к тебе в гости. Та-ти-та-та-та-та-та-та-та. Понимаете, да, о чем я говорю? Но мне нравится вариант с щипком, поэтому сейчас я вам полностью покажу припев. Он играется просто два раза подряд через щипок. Иду по снегу, он хрустит, а может мои кости. Я так замерзла на морозе, можно к тебе в гости. Не прячь глаза, я уже знаю, мне все надоело. Мое сердце безразлично плело. Иду по снегу, он хрустит, а может это кости. Я так замерзла на морозе, можно к тебе в гости. Не прячь глаза, я уже знаю, мне все надоело. Мое сердце безразлично плело. Ой, Даречка, ты так красиво спела, ты такая, уничка, ты такая, молодец. Ну а дальше у нас с вами идёт второй куплет. Второй куплет мы можем играть таким же образом, как и первый. Нет, не хочу всё опускать, можешь мне врать. Дальше мне всё равно, руки в карманы я, как всегда, спрячу. И потом пошёл, собственно, припев. Иду по снегу, он хрустит, а может, мои кости. Я так замёрзла на морозе, можно к тебе в гости. Не прячь глаза, я уже знаю, мне всё надоело. Моё сердце безразлично пело. Иду по снегу, он хрустит, а может, это кости. Я так замёрзла на морозе, можно к тебе в гости. Не прячь глаза, я уже знаю, мне всё надоело. Мое сердце безразлично отбело Ну и в конце у нас с вами идет финал, гранд финале Где мы там играем просто щипком слова Показывай рассвет между нами Он последний, ты все знаешь Я все знаю И потом, скажем так, завершение Просто сыграем связку аккордов Давайте-ка еще раз Показывай рассвет между нами Он последний, ты все знаешь И я все знаю Если тебе был полезен этот разбор Обязательно поставь свой лайк Напиши в комментариях, какую следующую песню Или мелодию мне разобрать Также напоминаю, что ты можешь мне показать Все свои укулеле старания Достаточно выучить любую песню Или мелодию с моих разборов Выложить себе в инстаграмчик И самое главное Отметь мой профиль Даша Кирпич Чтобы ко мне пришли все помещения Но если тебе настолько нравятся мои разборы Что ты хочешь помочь мне в финансовом плане То ты можешь приобрести у меня сборник или мерч Или задонатить любую сумму на донаталерс Или на бусте Вот как делают эти ребята Спасибо им огромное за это За именно они получают клевые ништяки И весь раздачный материал Но меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Я так устала Я так замерзла На морозе Молодой, же богатый Сразы я любыми даты И допас Дупас 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 Дупас